Всем привет! Сегодня будет продолжение темы прошлого видео. Напомню, мы обрабатывали медь. Точнее я учился обрабатывать медь и вам показывал, как у меня это получается. Вот максимальное качество, которого удалось мне добиться. Вы видите, все равно присутствует шероховатость. Но у меня есть алмазный резец. Эта плосина не новая, она уже поработала у нас в мастерских. Но все равно очень интересно посмотреть на качество поверхности после нее. Вот он маленький красавчик и я надеюсь, очень надеюсь, что с помощью него у меня получится гораздо большее качество и гораздо меньшая шероховатость поверхности. Может быть даже удастся добиться зеркала на меде. Ну а пока вот реально показываю максимальное качество из подрезца на 800 оборотах. Подробнее, кто не видел видео, посмотрите предыдущее. Ссылка будет в описании. И для сравнения, чтобы видео было полное, мы попробуем алмазный резец также на других металлах. Диоралюминий и латунь. Сначала я хорошо обработаю заготовку вот этим своим любимым резцом проходным с очень острыми пластинами. А потом уже начисто будем добиваться идеальной поверхности алмазным резцом. Ставлю минимальную подачу, 1 сотку на оборот и выставляю 1000 оборотов в минуту. Пока получается вот такое качество. До зеркала тут конечно очень-очень далеко, но для эксперимента сделаем еще один чистовой проход. Добавим еще 5 соток, потом перевернем заготовку и вот эта поверхность у нас будет для сравнения. А потом мы обработаем противоположную сторону уже алмазным резцом. Ну вот друзья уже гораздо лучше. Даже видно кое-какое отражение, но все равно качество еще не то. Вот видите, присутствует какая шероховатость. Так сдалека вроде более-менее, но вблизи, когда начинаешь осматривать, видно отчетливо шагрень. Ну что давайте оставим эту сторону для сравнения. Переворачиваем и делаем все то же самое аналогично, только алмазным уже резцом. Ваши ставки, господа, получится зеркальная поверхность или нет? Это был пробный проход, совсем без маски и вы видите, качество не очень-очень. Все-таки медь любит смазку. Уже видно, что качество поверхности намного-намного лучше, намного чище. Тут есть еще одна проблема, друзья, что сама стружка царапает поверхность, попадая между резцом и поверхностью. Ну что, уже получается очень-очень качественно. Поверхность заиграла, вот посмотрите, какое отражение получается. Лучше медь у меня еще не получалось обрабатывать. Сейчас поставил 1600 оборотов. Сверху не будет. Качества я уже не добьюсь. По меди, по крайней мере. Чтобы вам показать, нужно вытереть от масла. Боюсь, что я поцарапаю поверхность. Вытереть нужно, иначе не поймешь. Такого у меня еще не было. Упустил я из рук. Хотел показать вам красиво и разочарование. Блин, даже слов нет. Я человек упорный. Я сейчас еще раз сделаю. Прошелся я еще раз. Посмотрите, какая красота получается. Ничего не полировал. Это поверхность из-под резца. Закончил я эксперименты. Вот такого качества мне удалось добиться. Сейчас покажу поближе. Получились такие крутилки. Как будто от хай-тек техники. Качество поверхности супер. Но зеркало добиться не удалось. Надо и себе заменить на аудиосистеме. Сделать что-то подобное. Было бы очень круто, если бы они такими и оставались. Но, к сожалению, при малейшем касании металл сразу окисляется. Кстати, ребят, кто знает лак специальный по металлу, по латуни, по меди. Подскажите в комментариях, каким лучше покрыть. Чтобы оставался эффект металлического покрытия. И не было видно явно, что он покрыт слоем лака. Друзья, вот такого качества мне удалось добиться на меди. Это, конечно, не зеркало, но что-то очень приближенное к нему. В этом деле, я так понимаю, не только важно из какого материала выполнена режущая пластина, а еще очень важна сама заточка. Это, конечно, очень круто получается. Такой перелив. Обалденный. Я думаю, мы еще в будущем усовершенствуем. И все-таки добьемся от меди зеркала. Нужно поиграться с заточкой резцов. И ребята советовали просто заточить быстрорез. Но очень-очень остро. Мы попробуем. Может быть, в следующем видео. Может, чуть позже. Не знаю. Теперь давайте рассмотрим дюралюминий. Тоже очень качественная поверхность, но не зеркальная. И последнее у нас бронза. Везде поверхность одинаковая. Аналогичного качества и шероховатости получается. Итак, друзья, что я могу сказать. В принципе, опытом я очень доволен. И можно в таком стиле выполнять какие-то ручки, крутилки. Без дополнительной полировки. Единственно, если найти подходящий лак с хорошей адгезией. И чтобы не было видно, что это явно покрыто лаком. А чтобы оставался вот такой вот металлический красивый эффект. Вот такой сегодня короткий видео эксперимент. Очень хотелось посмотреть, какая поверхность будет после алмаза. Какой чистоты. Но, как я понял, сам материал это не панацея. А еще очень важна заточка резца. Так что будем подбирать правильную заточку. Учиться. Если, ребята, у вас есть опыт в этом деле. И вы знаете, как правильно заточить резец из быстрореза. Чтобы в итоге получить зеркало, напишите, пожалуйста, в комментариях. Это будет полезно очень мне, а также другим ребятам. Так что давайте делиться друг с другом информацией. У меня на сегодня все. Всем пока. До скорых встреч. Огонь. Огонь. Огонь.